Что касается вот этой треугольной, треугольного кристалла, мы будем начинать точно так, только здесь, конечно, у нас немножко другая форма, у нас на уголочках вот эти идут, да, вот таким образом мы оформим сейчас. Тоже сначала поставим бисеринки на всех уголочках, на всех отверстиях в оправе нашей, да, в металле, вот так один раз завязала узелочек и еще раз завяжу. И постараюсь опять-таки, чтобы у нас узелочек попал в центр, да, в серединку. Ну, смотрите, вот я сейчас буду заходить, видите, как я пройду, уже на следующий угол, чтобы мне выйти. Вот так. Мы сейчас на всех уголочках вот таким образом, вот так узелочек мы затянули и можем аккуратненько обрезать здесь вот так леску. И на всех уголочках поставим бисерины. Вот так. И опять выхожу на следующий угол, на следующий уголочек. Вот что у нас получилось. И вышли в бисеринку. Вот у нас на всех уголочках есть, то есть на каждой стороне по две бисеринки есть. И мы сейчас вот между вот этими бисеринками на каждой стороне поставим по 4 бисеринки. 4, а на уголочках добавим по 6 бисерин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть бисерин на уголочек. Опять 4 бисеринки. Четыре. И на уголочек шесть бисерин. Шесть бисерин. Так по кругу мы должны пройти. И затем сразу, чтобы я не теряла вот много времени для экрана вам, значит, мы пройдем по кругу и дважды пройдем мозаикой, как мы плели вот здесь. Вот мозаикой пройдем. Дважды пройдем мозаикой. Вот посмотрите, я уже сделала два ряда. То есть вот у вас должно получаться здесь две, здесь две. У нас везде по две бисеринки. И теперь я пройду один ряд мелким бисером. Проходим один ряд мелким бисером. Вот так выглядит наш кристалл сейчас. И я выхожу в первую бисеринку, какую набрала, и между вот этими новыми набранными бисеринками будем набирать уголочки из трех бисерин. Вот так. Ничего не пропуская. По три бисеринки. Три бисеринки. Три бисеринки. И так по кругу. Вот посмотрите, какая кучеряшка у меня получилась, да? Вот такие края кучерявые. Это все из-за того, что у нас слишком много бисера на краю, и поэтому он выгибается, разгибается. Нам нужно сейчас вот эти вот разогнуть таким образом, что через одну у нас одна троечка будет идти наизнаночку, одна троечка на лицо. И мы будем между вершинами, которые вот идут к стразу, набирать по биконусу 4 миллиметра. Ну, я вот для себя сделала так, чтобы у меня вершина на уголочке была как раз вот к лицу страза, да? Значит, следующее идет на изнаночку, к внешней стороне. И вот здесь мы набираем вот за вершину уголочка. Вот так. И наш биконус должен расположиться вот таким образом. Вот так через одну троечку мы будем проходить по всем бисеринкам, по всем вершинам троечек. Вот таким образом и подтягивать. Их у нас биконусов. Здесь должно выйти 9 штук. Аккуратненько, не торопитесь, чтобы вы не запутались. Вот так. И подтягиваем хорошенько. И подтягиваем хорошенько. Проходим по кругу. Проходим по кругу. Вот что у меня получилось. Вот такая красота выходит. И я еще раз пройду, еще раз пройду, чтобы вот все-таки биконусы, они могут перерезать нашу леску. И я хочу укрепить вот это все, чтобы вот у меня это было прочно и долговечно. Возьмем, пройдем еще раз по всем этим нашим бусинкам, бисеринкам. Вот таким образом. И стараюсь аккуратненько все это затягивать, чтобы у меня ничего не болталось. Все было здесь прочно и аккуратно. Так, проходим. Вот смотрите, я прошла уже по второму разу по кругу. И выйду сейчас в вершину. Вот это, которая у нас отклоняется к наружной стороне. Да, сейчас мы выйдем в эту бисеринку. Вот так вот. И будем теперь плести дальше. Следующий ряд у нас 4 бисеринки. И вот здесь, под вершиной, вот как раз у нас получается бисеринка, вот эта темная, вторая, под вот этой бисеринкой, которая у нас соединяет биконусы. Под вершиной, то есть следующего уголочка. Ну, постарайтесь, чтобы вы прошли все-таки вот так. Может быть и неудобно где-то, если натянуто. Но это надо сделать. У меня иголочка очень мягкая, и она вот, вот так. И она изгибается. Но мне удобно с ней работать, потому что она очень тонкая, вот, и может проходить через мелкий бисер без труда. Да, вот 4 бисеринки снова, и заходим в эту вершину, в следующую вершину. Вот так. Мы такую сеточку сейчас делаем. Все время набираем по 4 бисеринки. Вот. И опять смотрим, под этой вершиной, вот она, эта бисеринка, которая у нас. Вот во впадинке такая. 4 бисеринки. И в следующую вершину. И вот так мы должны пройти по кругу, по кругу. То есть по кругу. По 4 бисеринки. Вот что у меня получилось. Вот такая красота. И одну сторону мы будем оформлять, вот именно здесь мы будем подсоединять ту часть, которую мы уже с вами сделали ранее. Поэтому вот смотрите, что я буду делать. Я пройду. Вот у нас здесь 4 бисеринки. Я пройду. 3 из них. Набираю 1 бисеринку. Крупную. И смотрите, одну из 4 пропускаю, прохожу 2. Здесь мы будем подсоединять с вами вот эту часть. Я набираю 1 бисеринку и зайду в бисеринку. Вот под серебристой бисериной. Под серебристой бисериной. Вот у меня здесь вот, ну я не знаю, тут вам не видно будет. А вот здесь вот есть крупная бисерина под серебристой бисеринкой. Еще одну серебристую набираю. И прохожу 2 следующие. Вот смотрите. Вот я набрала сейчас одну серебристую. И прохожу 2 из 4. По направлению зигзага, какой вот у нас здесь есть. Поправим сразу вот так, чтобы все здесь аккуратненько было. Вот так. Набираю 1 крупную. И прохожу следующие 4 по направлению зигзага. То есть, так как у меня зигзаг этот направление имеет какое-то, да. Вот в этом направлении я и буду проходить. Вот так. Набираю 1 крупную. И прохожу 2. Следующие центральные из 4. И вот здесь уже я начинаю на уголочке. Набираю биконус. Стопорную бисеринку. Подтянем. Пройдем назад через биконус. Так, надо постараться так, чтобы у нас вот так вот подтянули. Я придержала за стопорную бисеринку, подтянула снова. И опять проходим 2 бисеринки из 4 по направлению зигзага нашего. Вот так. Опять здесь набираем бисеринку крупную. Проходим 2 бисеринки из 4. Не хочет иголочка заходить. Вот так вот. И подтягиваем. Опять набираем биконус. То есть у нас получается на дальней стороне нашего зигзага мы будем набирать биконус со стопором. Биконус со стопором. И аккуратно подтягивать, чтобы у нас лески как можно меньше здесь было видно. Затем по зигзагу двигаемся. 2 центральные бисеринки. И чтобы перейти на следующую сторону зигзага, мы добавляем бисеринку крупную. Опять 2 бисеринки. И опять биконус. Биконус со стопором. Итак, двигаясь по зигзагу, мы должны добавить биконус и бисеринку. Биконус и бисеринку. До следующего уголочка. До следующего уголочка. У нас вот в этом месте должен быть биконус. А дальше у нас уже все оформлено. То есть мы таким образом, двигаясь по зигзагу, добавляем биконус и бисеринку в следующем уголочке. То есть в уголочке зигзага ближнем к лицевой стороне добавляем бисеринку. А ближе к изнаночной стороне добавляем биконус. Вот таким образом. Вот так. Двигаемся по кругу вот до этого места. Вот так выглядит сейчас моя работа. Вот. И я сейчас хочу перейти на изнаночную сторону. Вы видите, что у нас натяжение уже такое, что вот в принципе начинает у нас вот сдвигаться эта бисеринка. И чтобы вот у нас не было пореза от металла, мы сейчас должны два ряда, два ряда пройти крупным бисером, крупным бисером, два ряда и один ряд мелким бисером, чтобы у нас наша сторона вот была, вот так выглядела. Вот так выглядела. Вот видите сейчас, как оно выглядит. Мы сейчас перейдем по бисеринкам на изнаночку и обработаем вот этот вот край, сделаем, приведем его в порядок, чтобы у нас здесь все было хорошо, красиво и аккуратно. То есть я делаю сейчас два ряда, два ряда, делаю два ряда крупным бисером. То есть это обыкновенная мозаика, так как мы делали и на предыдущем элементе, на верхнем элементе. Вот таким образом. Вот таким образом. Вот так. Двигаемся дальше. Ну вот, вот так теперь выглядит моя изнаночка. Точно так, как и здесь. Я прошла бисером 15 размера, закрыла это колечко и теперь мы назад вернемся к тому месту, откуда мы вот вышли на изнанку. И мы сейчас пройдем вот таким образом, чтобы вот это место у нас закрепилось и уже будем переходить к заключительной нашей части работы. Вот так мы проходим по всем бисеринкам, чтобы ничего не пропускали. Выйдем здесь, закрепим именно вот соединение с верхней частью. Так как такие места, ну, я считаю, что они должны быть как минимум дважды пройдены и держались уже прочно и крепко. Вот таким образом. Я добавила здесь уже леску, поэтому она вот у меня такая длинненькая. Вот, и нам нужно выйти вот в эту бисеринку. Вот смотрите, она как раз находится под бисериной, которую вот мы вставляли в зигзаг. Да, мы должны в эту бисеринку выйти, чтобы начать следующий ряд. Вот так мы пройдем сейчас по бисеринам. Ну, не хочется пропускать ничего мне, чтобы леска у меня нигде не просматривалась. Ну, сейчас я сменю иголочку. Вот, в принципе, чтобы не тянуть время, я поменяла иголочку и вышла в бисеринку вот здесь вот. Смотрите, она под как раз вот этой бисеринкой, какую мы ставили, вот она. Одна до края не доходит. Мы набираем 4 новых бисеринки. И заходим в стопорную над биконусом. Еще 4 бисеринки. И заходим вот здесь. Вот так. 4 бисеринки. Заходим в стопорную над биконусом. 4 бисеринки. И заходим вот под этой бисеринкой, вот сюда. 4 бисеринки. И заходим в стопорную над биконусом. 4 бисеринки. И заходим вот под этой бисеринкой, вот сюда. Вот у нас петелечки такие получаются здесь. И двигаемся так по кругу. Давайте еще одну я сделаю здесь на 4. Заходим в стопорную. 4. Заходим. Вот бисеринка, какую мы ставили. Вот под ней заходим вот сюда. И продолжаем так по кругу. Вот я прошла уже по кругу. И заканчиваю точно так. Вот в бисеринке на одну выше поднялась. И мы сейчас будем делать последний ряд. Так, узелок где-то мы завязали. Но уже он останется. Вот так. Набираю одну мелкую бисеринку. И возвращаюсь до стопорной бисеринки. Вот так. Стопорная бисеринка. Дальше мы набираем 5 бисерин мелких. 5. 5 бисерин мелких. И заходим вот здесь впереди, где у нас бисеринка набрана. Крупная. Набираю одну мелкую. Пропускаю первую. Захожу во вторую. Подтянули хорошо. Набираю 3 бисеринки. И снова захожу в стопорную. Набираю 5 бисерин. Захожу в бисерину, какую мы набирали. Набираю одну. Захожу во вторую. Набираю 3. И заходим в стопорную. Набираем 5. Заходим в бисеринку крупную. И продолжаем так же. Набираем одну. Заходим во вторую из 5. 3. И проходим в вершину. 5. 5. Заходим в бисеринку на зигзаге. Одну бисеринку набрали. Вернулись во вторую. Подтянули хорошенько. Где надо, поправьте руками, чтобы у вас натяжение было такое, чтобы леска нигде не просматривалась. Вот. Это обязательно нужно сделать. Иначе внешний вид будет испорчен. 3 бисеринки. В следующую вершину. Или в следующий стопор. Опять 5 бисерин. И так до конца. И так до конца. Я думаю, что вам уже понятно. Это последнее, что мы делаем. Какие преобразования мы делаем с нашей сережкой. Поэтому мы подходим уже к завершению нашей работы. Я уже до конца сейчас у вас на глазах это проплету. Три бисеринки. Пять бисерин. Пять. Одна. Возвращаемся во вторую. Эта работа, конечно, кропотливая. И я думаю, для новичков она будет немножечко сложной. Ну, я надеюсь, что кто возьмется за эту работу, все-таки разберется. И последние три бисерины мы добавляем. Три бисерины. И мы пройдем сейчас по бисеринам коричневым, какими мы начали, чтобы нам тоже закрыть. И поставить серебристую бисеринку на краю. Так же, как вот из противоположной стороны мы сделали. И нам остается только завязать узелочки и спрятать их в бисере. А наша работа, в принципе, завершена. Вот так. Я сейчас подтяну, покажу вам, что у меня получилось. Ну, вот моя иголочка решила выйти сюда. Вот так. Ну, я выйду сейчас на изнаночку. Так, но не хочется здесь напутать. Если иголочка захотела сюда выйти. Так. Вот. Вот наша работа. Мы сделали порог моей первой сережки. Вот так они выглядят. Надеюсь, что кто сделает эту работу, она вас порадует на праздники. Или тех, кому вы захочете сделать такой вот подарок. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, хорошего настроения и успехов в вашем рукоделии. Спасибо. 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 Спасибо.